Тем не менее, пока президенты, чиновники, мамы и папы, для которых 1 сентября это все-таки день знаний, ездили по школам и возам, открывали, поздравляли, поддерживали, нашлись те, кто снова все-таки подался в уличную политику под аккомпанемент знакомых лиц певцов и лицедеев, качующих с одного митинга на другой. Что выбирать, сесть за студенческую скамью и хотя бы изучить историю символики, с которой ходишь по улицам, или просто продолжить праздное шатание, решать каждому самостоятельно, а вот не нарушать общественный порядок и не мешать другим, это уже правило для всех. 1 сентября вот это напористое, но слава богу, не многочисленная ребятня стремится совсем не к знаниям. Лекции проигнорированы в пользу дня непослушания. Не хотим учиться, а хотим жениться на свободе. Свободе от обязанностей, свободе от прав других минчан, а им, вывалившие на улицу, сбившиеся в стаи борцуны, подпортили этот день. Любимые мои дорогие, мне не спорты, пожалуйста, пожалуйста, не портим еще. Спасибо, ребята, спасибо. Осторожнее, вы пойдете, я потом буду переживать. Сегодня у организаторов уличного беспредела было особенно туговато с пехотой. В пешее политическое путешествие по Минску отправились в основном старые клоуны, которые кочуют с акций на акцию. То они журналисты, то шахтеры, то врачи, а сегодня студенты. Поддержка, так сказать, хоть в уши подудеть. А то того и гляди протест посыпется. Все бы хорошо, если бы эти бродилки не вытекали в агрессию. Это наш город, это наш город, это наш город, это наш город, это наш город. Кстати, наши бродячие замогары сегодня оголили один интересный факт. Праздношатающаяся молодежь – это и есть костяк протестов. С купленным на мамкины деньги смартфоном, через которые получают приказы. Голос, лапу, идти или бежать. С физподготовкой у многих серьезные проблемы. Редкая оппозиционная пташка долетит до следующей точки маршрута без одышки. И слез, как выясняется. Не плачь, маленький, на тебе пирожок. И смех, и грех, если честно. Уж извините, но это просто какая-то фантасмагория. Хлипкий нынче революционер пошел. Но именно так выглядит мамкин замагар. Хотя, когда они сбиваются в стаю, это очень агрессивная субстанция. Родители, вопрос к вам. Что на политических акциях делают ваши дети? В телеграм-каналах так и пишут «ОМОН против детей». Только вот вопрос, во-первых, почему дети вместо лекций ходят по городу? А во-вторых, почему их чадо так агрессивны? Гуляем и прогуливаем. Мы это уже видали. В воскресенье, как вы можете разгуляться? Как там говорят ваши великовозрастные учителя? Не учиться учиться и еще раз учиться, а долбить, долбить и долбить. Да, Маша Колесникова? Все правильно. В общем, раскачивание ситуации продолжается уже откровенно через молодежь. Вот они точно еще не выучили всех уроков и не поняли, что их банально используют.